Всем привет! Сегодня поговорим о наиболее распространенных ошибках при установке Windows 11. Какие бывают ошибки, причины их возникновения и способы их исправления? При установке операционной системы бывают разные ошибки и их вариантов очень много. Поэтому остановимся на самих распространенных и актуальных именно для Windows 11. Существует множество причин, по которым при установке Windows может возникнуть сообщение об ошибке, но распространенные ошибки можно исправить с помощью нескольких действий, которые можно сделать самостоятельно. Но сначала убедитесь, что ваш компьютер соответствует требованиям для установки Windows 11, так как ошибка совместимости ПК требуем для установки Windows 11 самая распространенная и часто встречающая. Для работы операционной системы официально требуются процессоры Intel 8-го поколения или новее, 4 ГБ оперативной памяти, 70 ГБ хранилище, TPM 2.0, UEFI и Secure Boot. Но у нас на канале уже есть детальное видео о том, как установить операционную систему без модуля TPM и Secure Boot. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Итак, начнем. Для установки Windows 11 требуется доступное хранилище объемом 70 ГБ или больше. Для загрузки обновлений и работы определенных функций может потребоваться дополнительное место в хранилище. На канале есть видео, как установить Windows с нуля. Банальная ошибка бывает нехватка места на диске. В Windows 11 нужно как минимум 70 ГБ или более. Поэтому, если вы попытаетесь установить систему на раздел меньшего размера, вы получите ошибку. Итак, мы запустили установку S. И после того, как мы попытались указать диск, на который будет установлен Windows, мы получили ошибку. Нам не удалось создать новый или найти существующий раздел при установке Windows. Причина, по которой не удается создать новый раздел, это уже имеющаяся структура раздела на вашем жестком диске или SSD. Они мешают создать необходимые системные разделы. Такое случается, если раньше там была установлена какая-либо операционная система. Она помечает их как основной, восстановление и Microsoft Reserve Partition. Чтобы исправить данную ошибку, в первую очередь извлеките все устройства с USB портов и повторите установку. Также попробуйте извлечь установочную флешку, когда появится ошибка. А затем подключите ее обратно, после чего кликнуть обновить. Если это не помогло, то делаем следующее действие. Но имейте в виду, что это способ удалить все данные на диске. Выделяем левой кнопкой мыши любой раздел жесткого диска и жмем удалить. Но лучше удалить все разделы с диска 0. После чего система нас предупредит, что этот раздел может содержать важные файлы или приложения. Затем левой кнопкой мыши кликаем по нераспределенному пространству и жмем далее. После чего начнется установка Windows. Также существует второй вариант, когда установка S осуществляется на диск, который был до этого предназначен для хранения данных. То есть, нам нужно нажать раздел и освободить место для создания системных разделов. В таком случае, переходим в меню установки. В меню установки нажимаем сочетание клавиш Shift F10. В командной строке прописываем команду diskpart. Enter. Пишем команду listvolume. Далее selectvolume. И указываем наш тон. После чего вводим такую команду shrinkdesires700 minimum700. И выходим с командной строки, прописывая команду exit. Закрываем командную строку. Далее, в окне выбора раздела для установки, кликаем обновить. Указываем раздел. Затем далее. Установка S продолжится, а системные разделы будут созданы на незанятом пространстве. Ошибка. Невозможно установить Windows на этот диск. Выбранный диск имеет стиль раздела GPT. В большинство случаев ошибка вызвана несовместимостью оборудования. Одно из требований для установки Windows 11. Это загрузка вашего ПК в режиме UEFI. В предыдущих версиях ОС это отсутствовало. MBR это старый стиль, у которого есть некоторые ограничения. Не более 4 основных разделов. Также максимальный размер диска 2 ТБ. И подходит только для ситуации, когда хотите сохранить совместимость со старыми операционными системами. GPT это новый тип раздела, который устраняет указанные ошибки, ограничения. Чтобы исправить эту ошибку, нам нужно изменить режим Legacy на UEFI. Что нужно сделать? Выключите систему. При включении вашего ПК нажмите клавиши F2 или Delete, чтобы загрузить BIOS. Но клавиши для входа в BIOS, а также пункты в меню BIOS могут отличаться. Перейдите на вкладку Boot. Выберите параметр Boot Mode и нажмите Enter. И поменяйте значение с Legacy Support на UEFI. После чего нажмите клавишу F10, чтобы сохранить и выйти из BIOS. Переход с Legacy на UEFI может потребовать изменения разметки разделов жесткого диска с MBR на GPT. В этом случае нам нужно. На этапе установки нажимаем комбинацию клавиш. Shift F10. Далее в командной строке пишем Disk Part и нажимаем Enter. Затем List Disk. Указываем нужный нам диск. Для этого выполняем команду Select Disk и номер вашего диска. После чего прописываем команду Clean, это полностью очистит диск. Далее конвертируем наш диск к командой ConvertGPT. После чего Exit. Теперь можно продолжать установку операционной системы. Бывает такое, что система может выдать ошибку, в Windows не удается установить необходимые файлы с кодом ошибки. Чтобы ее исправить, отключите все посторонние носители, такие как флешка или внешние диски. Убедитесь, что на диске, на который вы будете устанавливать ОС, достаточно места. Если места будет недостаточно, установщик скажет на эту проблему. Чтобы решить эту проблему, нужно отформатировать раздел. А лучше всего удалить все разделы, в результате чего все данные будут удалены. Затем просто продолжить установку. Но мы это сделаем с помощью командной строки. Возвращаемся на один шаг и нажимаем сочетание клавиш. Shift F10. Вводим команду Disk Part. Далее List Disk, чтобы узнать номер вашего диска. Затем Select Disk и номер нашего диска. И прописываем Clean. После чего выходим с командной строки с помощью команды Exit. Переходим в установку и кликаем Далее. После этого установка должна пойти в нормальном режиме. Иногда данная ошибка может быть связана с образом ОС. Поэтому скачивайте образы системы только с официального сайта Microsoft. Также попробуйте записать образ на другую флешку, если эта ошибка возникает при подключении загрузочной флешки. То можно попробовать поменять USB разъем с USB 2.0 на 3.0 или наоборот. Ну а если вы столкнулись с тем, что Windows не может найти диск при установке, в основном эта проблема возникает на новых поколениях процессоров Intel. Чтобы обойти ее, необходимо установить драйвер Intel Rapid Storage. И сделаем мы это во время процесса установки ОС. Скачиваем драйвер для нашей модели. Все ссылки я оставлю в описании. После скачивания нам нужно разрахивировать наши драйвера на нашу установочную флешку. Кликаем по файлу правой кнопкой мыши. После чего извлечь все и нажимаем извлечь. Затем копируем наши папки на установочную флешку. В меню установки Windows, а именно в разделе, где нам нужно выбрать путь, куда мы хотим установить ОС. Кликаем по функции загрузить драйвер. ОК. Еще раз кликаем ОК. Затем выбираем обзор и ищем нашу папку. Здесь указываем Intel RST VMD и кликаем ОК. После завершения установки драйвера диски будут отображаться правильно. Если этот метод не решил проблему, то можно отключить Intel Volume Management Device. Важно знать, что отключение технологии VMD приведет к тому, что наш компьютер не сможет использовать RAID массив. Чтобы отключить функцию VMD, нужно зайти в BIOS. Чаще всего для перехода в BIOS во время включения ноутбука используется клавиша F2. После входа в BIOS нажимаем клавишу F7 или кликаем по вкладке Advanced Mode. В меню Advanced выбираем пункт VMD Setup меню. В пункте Enable VMD Controller устанавливаем значение Disable. Нажимаем ОК. После чего сохраняем конфигурацию и выходим с настроек с помощью клавиши F10. И выбираем ОК. Компьютер перезагрузится и мы можем продолжить нашу установку. Это наиболее распространенные ошибки при установке Windows 11. Теоретически, возможны и другие варианты, которые связаны с суборудованием или состоянием какого-то конкретного компьютера. Если вам встречались такие, то обязательно напишите мне о них в комментариях. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и на наш телеграм. Ссылка в описании. Пока. Пока ты смотришь это видео, мирные жители Украины умирают от атак и бомбардировок Российской Федерации. Безумный путинский режим напал на мирное государство в самой центре Европы. Поддержите украинскую армию. Пожертвуйте средством фонд «Повернись живым». Сканируй QR-код или перейдите по ссылке в описании к видео. И перечислите и любую сумму, которая обязательно усилит украинское сопротивление и поможет противостоять преступной российской агрессии. Субтитры подогнал «Симон»